Здравствуйте, уважаемые зрители! Это видео поднимет и ответит на все вопросы долголетия и развенчает ложь и самообман относительно этой сильно опороченной и извращенной темы. А чтобы вам был резон посмотреть до конца это интереснейшее, полезнейшее видео, то послушайте, какие темы я сейчас здесь вам освещу. Зачем врут и кто, собственно говоря, врет, что раньше люди жили вообще мало 30-40 лет, а теперь из-за научно-технического прогресса в наши дни стали жить гораздо дольше, чем жили раньше. Почему у большинства людей больные ассоциации, долголетие и немощи со слабоумием? Разберу я и любимый самообман большинства, что раньше паспортов не было, а как появились и пошел стаж, люди стали себе приписывать годы, чтобы раньше уйти на пенсию. И потому все сверхдолгожители реально жили меньше, чем было заявлено даже официально в газетах и кинохрониках. А также я разберу самообман некоторых буйных протестующих против ЗОЖ, про то, что коли его дед пил, курил, ел все подряд и прожил, скажем, 95 лет, то и он будет так же жить и столько же проживет. Я расскажу также и о том, с какого возраста официально, научно, и это еще никем не отменено, начинается старость, не говоря уже о долголетии. Придется еще раз пояснить про то, как же вам запудрили мозг, хитро сыгранной статистикой, что, мол, даже в 19 веке, не говоря же о 18, средняя продолжительность жизни была 40 лет. Поясню я вам также про преувеличенную роль генетики в долголетии. Отвечу тем, кто считает пропагандой то, что писалось о долгожителях в советской печати. Расскажу про две тенденции сокращения продолжительности жизни в наши дни. И для разумных людей в конце видео поясню, как же в наши дни можно все-таки быть здоровым человеком, при этом жить долго, что для этого надо учесть и соблюдать. Скажу наперед, то, что я вам буду говорить, это не мое никакое мнение. Более того, я считаю, что мнений у людей быть не должно, потому что должны быть знания, а не мнения. Только знания и логика. Значит, должны быть выводы, а не желания. Вот послушайте эти факты, эти знания, а дальше соблюдать их нет, дело ваше. Кто же нам врет, что раньше жили люди 30-40 лет, откуда все это вообще взялось? Да, нам так и говорят, мы все это как бы знаем. А в 50 лет раньше, в средневековье, ну это просто как сейчас, 100 лет прожить. А врут СМИ, им врут ученые, доктора, историки, правители. А люди передают это вранье из уст в уста. Для них эти мысли успокоительные. Они вошли уже глубоко в подкорку. Они рады, что теперь так много стали жить, так хорошо. Значит, верной дорогой прогресса мы все идем. Не то, что раньше, но тогда просто на скидку, что называется, пару примеров про раннее средневековье нашей страны России. Ярослав Мудрый, великий русский правитель из Рюриковичей, а он являлся отцом, дедом и дядей многих правителей Европы тех лет. Кто не в курсе, одну только свою дочь, а у него их было три, Анну. Он выдал за короля Франции, кстати, безграмотного человека. Это говоря о вечной культуре Запада, которой до сих пор кто-то преклоняется. То есть, Анна, дочь Ярослава Мудрого, была королевой Франции и, соответственно, женой французского короля Генриха I. А у Ярослава Мудрого было шесть сыновей и три дочери. И это часть неискалеченного генофонда Европы, которая тогда им пошла для улучшения селекции, можно так сказать. Так вот, Ярослав Мудрый прожил 76 лет. Да, знаю, кто-то тут напишет, захочет такое написать, что он был украинцем. Таким сразу бан за тупость. Никакой Украины, естественно, тогда не было. Этот термин появился в конце 19 века. А до этого был термин «Украины». Говоря о «украинах России», о «краинах», то есть современным языком говоря, кстати, у Польши и у других стран тоже были свои украины, что отражено в документах исторических. Это если кто-то не знал. И, кстати, термин «Киевская Русь» впервые историками был указан, ну, введен в оборот в 19 веке, в середине, в первой, третьей. До этого вообще такого слова сочетания не было. А Киев, мать городов русских, как и Владимир, и Великий Новгород в разные века, был центром единого русского государства. Ну, потом была феодальная раздробленность, собирание земель заново. Ну, это отдельная, что называется, история. Да, а его самый известный внук, ну, Ярослава Мудрого, Владимир Мономах, прожил 84 года. И врет Википедия, что 71, вы там можете это прочесть. Потому что в летописях четко сказано, что 80 лет он еще на коне скакал. Ну, а Рамзес Великий в Древнем Египте правил 67 лет, а жил 90. Ну, а Пеппи II Ниферкара правил 94 года. Правление этого фараона 6-й династии Древнего Царства Египта было примерно с 2300 года до 2206 года до нашей эры. 94 года. Я не буду говорить о недоказанных легендах правления древних, скажем, японских императоров. Там совсем фантастические цифры. Я расскажу вам сегодня, к слову, когда это будет надо, совершенно точно доказанных. И объясню, как эти доказательства, и почему даже они точнее, чем любые паспортные данные любого регистрационного стола. Вот вы поймете, почему. Ну, а если вы захотите написать глупость, что это, мол, исключение, тогда подумайте, хотя бы прикиньте, когда вам говорят про 30-40 лет, а 50 это как 100 лет, то 80 лет тогда это сколько? Ну, это как 200-220 лет столько живут? Ну, нет. Значит, что? Не нужно повторять эту чушь за вот этими хитрецами. Теперь зачем врут? Ну, очевидно, зачем. Коль работает программа по сокращению населения планеты. И еще, в таком вот глобалистическом нынешнем обществе, которое делают все эти евроинтеграторы и их хозяева из Америки, люди какими должны быть? Тупыми, ну, то есть быдлым стадом, послушными потребителями и пациентами. Ну, как в США уже и в Европе с их новыми гомоценностями, двойными стандартами и прочим мракобесием. А жить долго теперь у дел избранных. Теперь я разберу такой бред, мол, долголетие, знак равно, немощь и слабоумие. Ну, тут еще встает вопрос, зачем интернет забит фотографиями долгожителей, а точнее сверхдолгожителей, ну, кто прожил 110 и более лет, которые выглядят как живые трупы. А затем, чтобы у масс народных создать ограничение желаний долго жить. И сразу масса начнет нести чушь про ассоциацию долголетия со слабоумиями немощью. Мол, зачем долго жить? Я так жить не хочу. И это «я так жить не хочу» трансформируется у них подсознание «я столько жить не хочу». Программа здесь следующая. «Будешь таким же, уж лучше умереть молодым». Вы знаете о программе мирового правительства по сокращению численности лишнего населения? А все эти примеры, якобы обратного, ну, вот в СМИ иногда показывают, что наука так развивается, что скоро люди будут жить чуть ли не 150 лет и быть здоровыми. Ну, так это вот для успокоения общества вбросы такие идут. То есть, чтобы у людей была все-таки надежда, ведь она, надежда, всегда успокаивает. Никогда запомните, при техногенном данном безумном мире, который уничтожает планету и человека, и все живое, при всех этих темпах уничтожения планеты люди не будут долго жить. А все эти научные прорывы будут за огромные деньги для избранных. Не забывайте, дорогие товарищи, капитализм сейчас везде. Не питайте иллюзий. И капитализм, и человечный мир, это противоположные понятия. Блага для особо богатых. На всех их не дадут. Но давайте посмотрим примеры активного долголетия. Именно активного. То есть, принципиально, возможно ли это, или вообще это все иллюзия. А если у кого-то получилось, то, что у вас получиться не может, может, просто на то есть определенные причины, есть, конечно, субъективные. Но почти все совершенно объективные, которые люди просто не желают знать и учитывать. И если вы встанете с дивана и учтете мои советы, основанные на знаниях, на аналитике, то и у вас очень большой шанс есть, что получится. Давайте я вам приведу пример художника Зиновьева, который прожил 109 лет, практически 110, родился в 1894, а умер в 2003 году. То есть, побывав в трех веках. Этот человек до последнего дня своей жизни был, ну, таким по активности и бодрости, как мало кто из вас. Стойки делал и прочие йоговские занятия. Вот видеосъемка есть, где он делал в возрасте 106 лет. Но он делал до самых последних дней своей жизни. Ну, уже даже то, что вы видите в 106 лет, это, конечно, интересно, да? Как он выражал свои мысли, каким вообще слогом, речью, как он держал себя, как струна ходил и работал до последних дней своей жизни. То есть, то, чему может позавидовать любой человек, это и есть пример эталонного активного долголетия. Ну, если хотите, по нынешним меркам сверхдолголетия. Ну, а сами вы вот, в чем видите секрет вашего долголетия? Здоровье, наверное, или то, которое мне подарили мои родители. Кроме того, отец, как производитель, не пил, не курил. Это тоже имеет большое значение. Не знаю, у меня какое-то природное чувство, как у животного, самосохранение. Ну, кто мне сказал, не принимайте лекарства или делайте это, не это, никто мне не сказал. Это я сам дошел, своими как-то, ну, наблюдениями, не злоупотреблял ничем. И, кроме того, большая очень дисциплина во мне была всегда. Ну, я не буду вам приводить сотни, тысячи подобных примеров. Ну, там вот, например, академик Никольский, великий математик, он 107 на 108 году умер в жизни. Не будем про это. Я прям вот вам еще приведу, пожалуй, ну, из иностранцев, например. Джор Алина, который в 104 года, или в 103, я могу путать, его сбила машина. А какой он был формы физической в свои более 100 лет? А посмотрите вот на эти фото, видите, бицепс какой? То есть, саркопении у него не было. Это, кстати, феномен. И в свои 100 лет он мог вот так двумя пальцами вытянутыми сжимать в конверт 25-центовую монету. Вот, чтобы вы просто понимали, каким может... Кстати, он был веганом. Так, для интереса. 80 лет последних. Это вот каким может быть человек даже 100 и далеко за 100 лет. В принципе, может. Теперь немного о том, что не долголетие, а всего лишь старость наступает в возрасте 100 лет. Да, это опять-таки не мои никакие желания. Это конгресс, который прошел в 1938 году в СССР, в Киеве. Послушайте небольшой отрывок из моего видео вот про этот факт и что из этого следует. На Киевской конференции по проблеме генезиса и профилактике преждевременного старения, проходившей в 1938 году, было установлено существование двух видов старости. Старости нормальной или физиологической наступающей возрасте 100 и более лет и старости патологической, носящей разный характер и по-разному развивающейся. Вот так-то имейте это в виду. При обследовании 58 человек в возрасте от 90 до 142 лет, у них было установлено равномерное и постепенное развитие атрофических изменений в тканях, такое же ослабление и увядание всех физиологических систем, а также полная сохранность нормального состояния нервной системы. Долгожители отличались большей активностью, постоянной жизнерадостностью, быстрым восстановлением психического равновесия после различных его нарушений. Ну вот, а кто захочет ссылку на то видео, я вам оставлю, как впрочем, давайте так договоримся, я вам оставлю еще ссылку на все мои видео по долголетию, долгожительству, то есть на плейлист, в котором собраны все эти видео. Давайте я вам оставлю ссылку на этот плейлист, а вы там уже сами посмотрите те видео, которые вас заинтересуют. Теперь про паспорта, что, мол, раньше их не было, а потом, когда появились, стали делать приписки, чтобы, так сказать, легче жить, раньше уйти на пенсию и так далее. Это любят писать те люди, которые сами бы так подло и поступили. Ну, давайте поясню то, что и так очевидно. Приписки были вот такие? Конечно, были. И что? Это разве означает, что все, кто вам мешает жить бездумно, ну, из долгожителей, кто вас залит своими цифрами долгой жизни, кто мешает вам жить по накатанной, идущей вниз по наклонной, тоже, что ли, приписал себе годы? Мол, все, значит, приписали по вашему, так сказать, такому вескому суждению. Ну, или кто-то им приписал годы. Нет, вовсе не означает. А вы просто врете себе и другим, что все приписывали. Вам просто хочется в это верить. Ну, во-первых, чтобы себя успокоить. Успокоить осознанием того, пониманием того, что вы, поскольку вы ведете определенный образ жизни, столько точно не проживете. Но это глупо, это подло, бесчестно. Нельзя жизнь подворачивать, извращать, менять как бы под себя, подстраивать. И потом не все такие, как вы. Попробуйте осознать, хотя понимаю, что это очень сложно. А как быть с теми тогда, кто вообще не нуждался в этих хитростях приписок? Ну, так как работать уже в силу своего возраста ему было просто не нужно. И потому никаких приписок, там, трудодней, ему просто не нужно было уже. Ну, скажем, человеку было уже 90 лет, зачем ему приписывать? Но они работали, были такие люди, не могли они сидеть без дела. Например, как дедушка Тишкин из Ставрополя, проживший 145 лет. Видео с ним у меня выходило, вот оно. А как быть с тем, что люди в деревнях, все друг друга знали, и ложь была, ну, просто невозможна. Это не интернет, не СМИ, к чему вы привыкли, к таким вот многим людям, кто врет. Это был не нынешний мир, лжи и обмана. И вот потом, просто думайте, кому в тот момент исследований, например, в 40-х годах было, ну, скажем, 90 лет, и он знал, проживая в своей деревне, прямо с рождения деда, который к тому моменту тоже был жив, которому в его детстве, скажем, было 60 лет. И все это вокруг знали, то есть родители нынешнего 90-летнего свидетеля, деда его, которые ему, мальчику тогда, ребенком, когда он был, рассказывали, что вот этому человеку, соседу нашему, 60 лет, он мой сверстник, дедушка внуку рассказывал, и вот внуку 90, а этому уже почти 150. Поняли? Нет? Хорошо, идем дальше. А знали ли вы, что некоторые известные сверхдолгожители были основателями деревень, аулов, и даже будущих городов? То есть их история известна всем и описана досконально. Ну, а про совесть я уже и не говорю. Хотя нет, пару слов все-таки поясню. Были, представьте себе, и те люди, кто просто не врал, потому что они не могли жить нечестно. Они никогда не врали, люди такие были, представьте, вообще никогда и ни о чем не врали. Это, конечно, в наши дни непросто понять, что врать честные люди не могут. Но они были, как бы вы не хотели, обратного. Ну, а теперь, как самый яркий пример, самый доказанный абсолютно на сто процентов, об этом человеке написали книгу со мной, когда я видео о нем сделал, связался, это даже в переписках под видео есть, сын того человека, кто книгу написал об этом известном советском уже в том числе сверхдолгожителе. Звали его Махмута Ивазов. Ссылку на это видео отдельную я вам оставлю, потому что это видео посмотреть очень необходимо, чтобы вы понимали, почему там и как, собственно говоря, в чем эти доказательства абсолютные. Кратко я вам сейчас это поясню, это надо пояснить. А то знаю, тут написать многое захотят мне. Так вот, дорогие друзья, его день рождения ну, не только день известен, не то, что там год, минуты его рождения известны. Почему? Дело в том, что в год его рождения произошло очень крупное землетрясение. Ну, согласитесь с тем, что бывают такие известные события, которые описывает, там, скажем, ну, вообще вся Европа, там, историки и так далее, да, которые в газетах везде писали, к тому моменту газеты уже везде существовали. И так, в тот момент на определенной территории, которая потом уже стала территорией Азербайджана, тогда никакого Азербайджана не было, как вы, наверное, знаете, были разные ханства, по-моему, это была часть Талышского ханства, неважно, стояла русская армия. И в этой русской армии был лекарь, медик, врач. Ну, он имел хобби, по-моему, Масленников фамилия его, ну, там все сказано, я просто по памяти говорю. И он имел такое свойство вести дневники, хобби было, дневники писал. И когда случилось землетрясение, сгор, ну, женщина, беременная на последних вот сносях, что называется, и он лично принимал у нее роды. Все записал, задокументировал, и вот родился Махмуд Айвазов. Когда он умер, как вы понимаете, а это во всех кинохрониках Советского Союза было, я привожу там разные кинохроники, когда ему было 150 лет, 148, так вот, он прожил 152 года, когда ему отмечали 150 лет в Москве, это праздновали, и туда пришла прапрапраправнучка того врача Масленникова. То есть это, ну, это настолько доказано, что это, как бы вам сказать, точнее, чем то, когда я родился, вы или ваши родители, когда родились. Поняли? Вот напишите, что я был тупой, не понимал, но я не понимал, что, мол, действительно могут быть такие доказательства. Напишите. Просто я почему так вот еще говорю эмоционально, я тупость презираю человеческую дурь. Понимаете? Все должно быть логично и обоснованно. Он не хочет, протест от того несет. Нет, дорогой товарищ, ты докажи, а не от желаний, от желаний вообще ничего не должно быть. Идти. Понятно? Откуда у людей такие протесты? к тому, что люди реально жили долго, могли жить и отдельные просто жили, ну, безумно, фантастически много, как сейчас это кажется. А тогда это, кстати, не казалось. А вот от того, что люди понимают, что они столько не проживут. И это бесчестные люди, вместо того, чтобы, то есть, как порядочный человек-то понять, хотя бы осознать, сказать, да, и как-то начать себя менять, ну, либо сказать хотя бы, ну, не буду я себя менять, я понимаю, что это так, ну, я вот слезняк такой буду жить, как там вот кривая вынесет, как привык, к чему привык и плевать. Ну, честная позиция, по крайней мере, такая. Ну, нет же, некоторые топлевывают, мерзавцы, все вокруг, но только не себя, а вот это подло. Оттуда, понимая все это, сталкиваясь за годы долгие с такими людьми, и такая у меня реакция, что вполне разумно для человека, у кого обостренное чувство справедливости. Ну, идем дальше. Ну, да, не любители ЗОЖ тут напишут, что это исключение. Значит, аналитика причин долголетия есть, это не случайности. Генетика, дорогие друзья, это не более 25% из 100%, скажем так, факторов, которые приводят к такой длинной жизни. А вот остальное все это условия и образ жизни. Великий ученый и хирург, советский академик Федор Григорьевич Углов, которого я имел честь лично знать, прожил 103 года, ну вот, и у него отец умер 60, не было мама, чуть за 70. В роду никого у него долгожителей не было. Это исключительно его образ жизни, он не употреблял алкоголь, ни грамма за всю жизнь, не курил, он никогда не переедал, он работал с утра до вечера. Ну, в общем, о нем у меня тоже видео было. То есть, есть определенные критерии и факторы, даже если люди не хотят их знать. Кстати, чем ценны мои видео про долголетие, долгожительство? Это глубоко аналитические видео. Аналогов этим видео, где я досконально объясняю все причинно-следственные связи, я уверяю вас, это просто, ну, стоп, это просто факты, нету не только в России, но и нигде в мире. Стоп, поэтому смотрите эти видео, и я очень советую не просто смотреть, а еще конспектировать какие-то тезисы, факты записывать, и у вас будет целостная картина всех причинно-следственных связей. Идем дальше. Ну, а то, что люди называют генетикой, почти всегда и без исключения, это есть всего лишь стабильные, то есть одинаковые условия жизни поколений конкретных родов тех или иных народов. Вот и все. Ну, это как по аналогии, я вам пример приведу, говорят, ну, вот, папа толстый, мама толстый, ребенок толстый, да у них все в роду толстые, это генетика. Нет, просто они привыкли вот так вот жрать, как не в себя, как поросята, вот это вот готовить, вот это вот есть. И уже с детства просто ребенок обречен на то, что у него нарушена обмена веществ будет с ранних лет, а чем раньше, тем, ну, вот, соответственно, понеслось по накатанной и сложнее что-то потом изменить. Поэтому вот в чем ваша ошибка, говоря о какой-то генетике. А те исключения, которые вы можете привести в пример, ну, во-первых, действительно, генетика, это вот я говорил, 20-25 процентов, что немало. Во-вторых, факторов многих не было вредных тех тогда, когда те долгожители рождались и воспитывались, ну, сравниваясь с нынешними временами. Об этом я еще кое-что интересное скажу далее. Теперь про кино и газеты времен СССР, когда некоторые негодяи, их сейчас немало, которые ненавидят все то, что связано с СССР, любят вякать, что это, мол, все советская пропаганда. Вот кто напишет пропаганда это все, сразу тоже буду банить, потому что это просто не люди. Что, мол, столько людей не жили этим, хотят они объяснить якобы пропагандой. Они любят это выкрикивать, писать, и они, видимо, реально считают, что своими выкрикиваниями, вескими суждениями они опровергли то, что писалось тогда в газетах, снималось в хрониках и так далее. Нет, это вас пропаганда, только другая уже пропаганда, научила иному быть мерзавцами и скотами, например. Это другая уже пропаганда вас обрекла и вовлекла в то, где вы оказались, кем вы стали, ну и где точно большинство людей сейчас находятся, к сожалению. И к чему вообще катится мир? Вот эту пропаганду почему-то идиоты видеть не хотят. Им не нравится та позитивная пропаганда, которая была в советские ранние годы. Им нравится противоположная пропаганда, разрушительная, сатанинская. Вот это им понутру. Ну и радуйтесь своей дури дальше, только не надо как шариковы судить о вопросах вселенского масштаба с такой же вселенской глупостью. Вот и все. Теперь про тенденции сокращения долгожительства. Их две. Первая это глупая ранняя смерть. И эта причина сейчас сильно масштабируется. И здесь есть вина, ну как самих людей из-за их убийственного образа жизни, так и вина властей, кто допустил и насадил по сути геноцид народов отравой вокруг нас. Ну, от отравления почвы, воздуха и воды до, скажем, какого-нибудь глицидола в рафинированном пальмовом масле, который сейчас содержится во многих псевдопродуктах гипермаркетов, которые так любят люди, которые едят все это, веря в то, что это продукты. И до какой-нибудь электромагнитной обработки облучения СВЧ-излучениями всех людей, ну, например, любимым почти всеми вайфаем с вышками сотовой связи. Удобно же так? Значит, хорошо, правда? Так вот, например, в маленьких Пушкинских горах, это Псковская область, где я живу, например, там недавно, ну, жена рассказывала, писали подслушно местных там группах, вот, и знакомые рассказывали, как один, другой, буквально, вот, один за другим умирают в 30-40 лет. И не на фронте где-нибудь, а от чего? Ну, вот, от того, что то тромб, то инсульт, то инфаркт, но, по сути, там почти всегда алкоголь, табак, и, конечно, другие факторы, вся эта еда из гипермаркетов, пятерочек там и так далее, вся эта индустрия, ну, и, соответственно, малоподвижный образ жизни, стресса, добавим туда другие объективные факторы, но самые глобальные я вначале перечислил, самые. Про алкоголь я вообще говорить не буду, это просто геноцид народа, это просто, это тема отдельных видео, и это самая тяжелая тема, но всему есть причины, о чем я говорю. И вот вам тенденция, о которой я тоже сейчас коснулся. То есть, люди сейчас получают все прелести удобной, комфортной, малоподвижной жизни и массового потребления пластиковой каши, ну, совместно с извращениями вроде алкоголя, табака и тому подобное. Кстати, насчет пластиковой каши, я надеюсь, вы поняли, ну, смотрели фильм Киндзадзо, когда там в будущем пустыне человечество себя уничтожило, и вот, собственно говоря, остались отдельные такие анклавы где-то под землей, какие-то остатки технологий, ну, пророческие фильмы. Там один говорит каша какая, на другой пластиковая. Ну, вот к этому и пришли, правда, такое разнообразие, красивые этикетки. Жизнь-то наряднее стала, ярче и вроде бы красочнее, то есть, значит, все вот красиво и хорошо. Ну, как в мультфильмах или каких-нибудь голливудских фильмах. Нет, нехорошо. Для организма нехорошо, для воспаленного разума ну, да, может быть и хорошо. Да, мне тут захотят написать, так как уже такое писали ранее мне, да. А сам-то, мол, пользуешься интернетом, вот, видео записываешь. Есть такие неадекватные люди, которые действительно, вот, может быть, искренне считают, что если человек работает там с видео, с интернетом, значит, ничего нету ведь, кроме беспроводной связи. Представьте, есть, есть проводной интернет, он еще есть, да, проводной. Его можно сделать даже от беспроводного, как и сделано у меня в хозяйстве, где живу я и мои сотрудники. И об этом у меня было на моем канале «Жизнь на земле» в некоторых видео, и даже не только на этом канале, и на главном канале по здоровью, как это мы делали. Поэтому сейчас об этом говорить не буду, но это легко делается. Я не пользуюсь смартфонами, я работаю только вот на компьютере, и вместо смартфонов, как все в основном, где тыкалки вот эти, пользуюсь кнопочным телефоном, потому что я его использую только для одной функции, позвонить кому надо. А связаться, расшифровать там, что угодно подробно, это все электронная почта для этого есть на компьютере. Компьютер проводной, вы поняли. И, конечно, у меня стоит защита от резонансного разрушительного воздействия на клетки организма, от источника ВЧС-ВЧ-излучений. Это такие микроантенны в виде голограмм, похожи они на голограммы, которые во много-много раз, сотни раз снижают вот это самое разрушительное, резонансное разрушение от СВЧ-излучений на клетку, то есть наложение частотное. Это не нагрев, еще раз, для физиков, которые умничать начнут. Только не надо сейчас возмущаться, знаю, есть такие, которые и этому будут возмущаться. Значит, вы ничего не знаете, но считаете, конечно, что знаете все. Так вот, уже десятки видео есть у меня на канале, в отдельном плейлисте по Wi-Fi, там вот этим вот СВЧ-излучением, где я с коллегой моим все подробно объясняли, приводили данные наши, там от Онищенко до зарубежных, разных любимых вами американских исследователей. Но главное, начните хотя бы свои взмущения с прочтения учебника Минина 1974 года, ему в этом году 50 лет, о электромагнитной безопасности, нормативах, КПД и так далее. И тогда что-нибудь вякайте. Что касается защиты, она существует. Она поможет в десятки и сотни раз снизить это страшное, пагубное воздействие. И если захотите приобрести это, можно перейдя по ссылке под этим видео, там будут оставлены ссылки на эти самые устройства нейтроники. А также оставлю ссылку на плейлист, в котором собраны все эти видео, доказывающие на 100-100% вот все то, о чем я сейчас совсем кратко по верхам прошелся по поводу пагубы воздействия ВЧС-ВЧ-излучений. Так? Теперь еще важный момент поясню. Некоторые скажут про мой надменный тон или найдут в моей речи оскорбление кого-то, захотят об этом написать, предъявить мне претензию, выразить протест. Вы лучше на ус вместо этого себе намотайте тут ценнейшую информацию и обучение, которое я даю в виде урока логики по сути этим видео, что я вам сейчас вот даю всю эту информацию, будьте благодарны лучше, а не протестуйте от собственной гордыни и дури. Пользы, по крайней мере, точно будет больше. А тон у меня такой не ко всем людям, а только к тем, что понимают все разумные люди, и направлен такой тон на тех, кто именно вот такую чушь пишет, так мыслит, так излагает свою дурь. Пусть они поймут, а по-другому они не поймут, что я все их протесты знаю наперед, предвижу и, опережая, сразу закрываю таким рот. И пусть они даже меня поблагодарят, и это будет правильно, найдут в себе мужество, что я их от невежества спасаю и, возможно, от более ранней смерти, если они, конечно, прислушаются, и это, во-первых, к тому, что я говорю, и учтут, изменят свою жизнь. Ну а про воздух, вот которым горожане особенно, дышат. Я просто вот прошу вас, посмотрите спасительное, это по-другому не назвать, видео для вас, особенно для жителей каких-нибудь индустриальных городов, таких как Челябинск, или города Казахстана, особенно миллионники главные, или тех, у кого окна выходят на автомобильные трассы, это для вас будет, ну, возможностью, главной возможностью спасения жизни, защиты от тяжелейших, непоправимых болезней. посмотрите об этом мое видео, которое, к моменту записи этого видео, я надеюсь, уже будет опубликовано на моем главном канале по здоровью. Ну, то есть, вот на этом. Ссылка будет оставлена прямо под этим видео. Ну, а теперь вторая тенденция, я бы ее назвал долгодоживатели, потому что долгожителей тех и в том количестве, как они были раньше, уже нету, ну, доказательств несколько, я сейчас приведу вам легко на вскидку, что называется. Более того, нет уже даже долгожителей в Лирикском районе Азербайджана, где они были всегда и в огромном количестве, то есть, тех самых легендарных былых долгожителей, которые жили там 130-150 лет, уже просто и нет, и в помине, но еще помнят их дети, внуки, и некоторым действительно, может быть, максимум под 100 лет. И об этом, кстати, тоже мне жители Лирикского района Азербайджана и в других местах, о которых я говорил, в своих видео писали, что да, вы правы, вот кто-то связывает это с вышками СВЧ, и это с многими факторами надо связывать, с очень многими, но сейчас, правда, не об этом. Все факторы я перечислял, как я уже говорил, в видео своих про долголетие и долгожительство. Так вот, остались единицы тем, кому под 100 и чуть-чуть за 100 лет. Ну, а представьте, сколько проживут, если ничего не изменят в своей жизни, те, кому сейчас 30-40 лет. Ну, я уж не говорю про 20. Как вы считаете? Тенденцию-то вы видите, нет? Но я еще про тенденцию дальше буду говорить. А под моими видео о долголетии сотни и даже тысячи людей, уверяю вас в этом, если вы все их прочтете, не поленитесь, это, правда, много займет времени, то вы можете даже посчитать, сколько было подобных писем, такие, как я сейчас скажу, объединенно, что называется. Люди просто свои родовые истории писали, и везде тенденция такова. Прабабушки, прадедушки всякие жили, например, там 110, 115, кто-то 130 лет, бабушки 95, 90 и так далее, мамы уже 80, 90, а то и меньше. Вот такая тенденция. А книги, документы, свидетельства прошлого говорят нам многое о долгожителях. Даже в известном рассказе Мельникова-Печерского приводится пример, правда, вот это действительно редкий пример, одной дворянки, которая прожила 114 лет. Ну, по крайней мере, она жила, то есть в реальном времени ей было, на момент, вот, так сказать, тогда, когда о ней узнал автор, 114 лет. Разумеется, те, кто жили в Москве и Петербурге, плясали на баллах, пили шампанское, столько и рядом не жили, это понятное дело. Тут сразу ответ даже и на вопрос о причинах и следствиях. Но я потом уточню. Многие из вас, наверное, знают недавнего еще нашего современника, Даниила Гранина, и у него такой рассказ Зубр был. Книга эта есть, выходила в советское время, ее может любой в интернете найти, а может и купить. Так вот, там Гранин описывает случай, когда он, по-моему, до войны это еще было, а может быть, после войны Великой Отечественной, и он встретился с одним генетиком, еще тогда молодым человеком, который прямо перед революцией, он из дворян был где-то, ну, в имении своего отца, приезжал туда периодически, и это прямо вот 16-й год, может быть, 17-й, может, 15-й, но не раньше. И вот он описывает, жили там три друга, товарища, дедушки, на заслуженном отдыхе, и их очень уважали, и к ним даже в помощь, хотя они были полностью дееспособны, но тем не менее, дали такую помощницу. Они ее звали, ну, я сейчас имя не помню, ну, допустим, Нюра, они ее звали Нюрка. Почему? А ей было 85 лет, ну, потому что для них она была там внучкой, потому что все они трое были живыми участниками войны с Наполеоном 12-го года. А теперь представьте, что это такое. Вот даже и это, я уверен, люди даже не представят, как вот мыслю я, как это сразу надо мыслить любому разумному человеку. Если понять, что это всего лишь там 2-3 деревушки были, имение малюсенькое, и это было аж 3 человека, а мы не знаем, может, там еще кто-то был, ну, может быть, ладно, не было 3. А сколько было по всей стране? А теперь посчитайте, экстраполируйте, что это такое, я вам скажу. Это то же самое, что, например, в 2045 году будет 300-500 тысяч живых участников Великой Отечественной войны. Но это бред, абсурд, этого не будет. Может быть, ни один не доживет, что, скорее всего, там до 120 лет. А эти люди, им всем было за 120 лет. И вот вам, пожалуйста, другой пример. Из одной моей статьи, которая была у меня и сейчас, она размещена на моем сайте юфролов.блог. В этой статье очень много интересных примеров сверхдолгожителей. И вот вам известный факт. В 1912 году, когда отмечала Россия 100 лет Бородинского сражения, к Николаю II подвели несколько участников Бородина. Зачитаю вам отрывок. В 12-м году, в 1912-м, в России отмечали юбилей 100-летия Бородинского сражения. Император Николай II и наследник Алексей приветствуют, вот фотографии, фотографии живых участников битвы при Бородине. Императору сообщают, что Фельдфебель, Антон, Вайтвенюк только что отметил 122-й год своего рождения, а двум его товарищам 120 и 133 года, соответственно. Вот эти трое полных сил и энергии старца. Очень такие крепкие, но такие прям былинные старцы. Вот таков был русский народ. Это всего лишь трое, а на самом деле тогда были сотни людей, которые живые вот участники войны с Наполеоном и даже выпустили тогда промышленную печать. Не вручную там гравировали, ну потому что 2-3 человека, а просто отпечатали. Тираж, я не знаю, не буду врать, но это сотни либо тысячи. И раздавали, вот как есть, вот там к 50-летию юбилея победы Великой Отечественной войне давали ветеранам. А там давали к столетию. Вы поняли, нет? Это факты, это просто факты. Кстати, а вот писатель Пикуль в одном из своих рассказов написал про 118-летнего старца, очень интересные там такие факты. Александр Сергеевич Пушкин в своих воспоминаниях рассказывает о встрече со 160-летним казаком, которая произошла в степях Оренбуржья. Ну, когда он писал про Емельяна Пугачева, собирал информацию, исторические сведения. И этот казак принимал личное участие в восстании Сеньки Разина, которая произошла примерно за 140 лет до встречи с Пушкиным. Так, ну а теперь почему же статистика говорит нам, что раньше жили 30-40 лет, все об этом знают, все в это типа верят, а на самом деле вы разучились мыслить, думать, аналитически рассуждать. Ну, коли такую чушь повторяете за дурака, не имею в виду при этом, что, мол, вот как значит раньше жили мало. А вы сами подумайте, неужто так совсем туго у вас и запущено? Вы и правда не понимаете, что средняя продолжительность жизни, скажем, 40 лет по статистике, не имеет вообще ничего общего с тем, сколько лет реально жили и могли прожить те или иные люди, все оставшиеся люди, ну, кто не умер в младенчестве от, скажем, глупости родителей, нарушения правил гигиены, простуд, и того, что не было там медицины у крестьян, которая могла бы спасти жизни, по крайней мере, вот в этих случаях разных, и от прочих объективных причин, которые позже, кстати, советская власть устранила. И тогда действительно медицина принесла свои позитивные плоды по увеличению средней продолжительности жизни и продлила многим старикам их жизнь здоровую, активную. Это правда. Сейчас же, в наши дни, медицина все больше губит людей, а профилактической медицины, как в СССР, нет вовсе, а есть коммерческая. Исключение отчасти это реанимация и травматология. Ну, стоматология, понятно, это я о продлении жизни говорю, поэтому тут не имеет значения стоматология. А в Европе, США, в плане профилактики там и академических знаний вообще и речи быть не может. Ну, так и в чем же тут дело? А в игре статистикой? Да. Одно дело биологическая невозможность вообще долго жить, а другое дело недопущение столь долго жить, ну, благодаря разным факторам. Условия среды, обстоятельствами и так далее. Вы это хоть теперь понимаете? Нет? Итак, детей в семьях было 10-20 человек в среднем, потому что были семьи, конечно, поменьше, но в основном даже больше. Ну, Менделеев в 18-м родился, один из Боткинов, великий вот этот вот доктор, который, значит, у дедушки было 25 детей, от одной жены 25 детей. Да, было и такое. Так вот, и вот, например, один умер в год, другой в 2 года, в 3-4-5, а кто-то прожил 150 лет. Какое среднее продолжение жизни? 30-40 лет. Ну, поняли теперь, нет? Ну, поняли, наконец, а теперь напишите. Вот просто, вы действительно не могли сами до этого додуматься, до такой очевидной вещи? И только после того, как я подсказал, ну, вот раньше, может, мое видео какое-то выделили сейчас, впервые смотрите и, наконец-то, поняли, в чем тут дело. Напишите, не поленитесь, будьте честным человеком. И пообещайте, что учебник логики, коли вы это не понимали, за 54-й год, учебник для средних и старших классов 54-го года вы прочтете. Так же теперь понятно, я надеюсь, что как эту статистику вам преподнесли. А вы другим передаете то же самое, уверенно заявляя эти глупости, что, мол, раньше жили 30-40 лет. Это же надо, какие идиотские ассоциации вбиты в подкорку. Правда, не понимаю, как это не очевидно тем, кто эту чушь про 30-40 лет с упоением до сих пор несет в массы. Это не честно и, конечно, это очень глупо. Теперь о дешевом самообмане для успокоения ложью. Ну, про то, что, мол, мой дед ничего не соблюдал, пил, курил, ел все подряд, жил как хотел и прожил там 95-100 лет. Значит, мол, и я, как дед, столько проживу. Сколько же дураков. Им не писано то, что вредных факторов влияния на организм сейчас в сотни раз больше, чем в те времена рождения и жизни его деда. А зачем вообще думать? Правда же? Зачем? Лишнее. Нужны только хотелки. А потому хватит уже в знак протеста перед разумом и разумным образом жизни можно даже переиначить. Не ЗОЖ здоровый образ жизни, а РОЖ. РОЖ. Разумный образ жизни. Это правильнее будет так называть. Хватит писать. Ну вот что, дед там пил, курил, жил 95 лет, ну хватит уже эти мантры читать. Неужто непонятно, что вы столько не проживете? Ну, для таких людей я специально уже давно сделал видео. Ну, оно так и называется. Дед пил, курил, ел все подряд, прожил 95 лет. А вы-то тут при чем? Вот там я очень подробно все изъяснил. Вот прям вот разжевал, и после этого, ну там уже, по-моему, даже никто не выпендривался. Посмотрите, ссылку я тоже оставлю на это видео отдельно. Теперь о том, что же мешает в наши дни жить долго, здорово, как говорится, и счастливо. Долго. Ну, конечно, загрязнение среды обитания тотальное. Химии, которая везде в воздухе, в воде, еде, в почве. Пластиковые окна везде в домах, квартирах. Даже в деревнях люди ставят пластиковые окна. Это просто кошмар. Убивая тем самым и столярку местную. Пластиковые окна это ПВХ, поливинил, хлорид. Это когда-то то, что было создано в Первую мировую войну вот эти все отравляющие концентрированные в жидком виде газы, которые потом распыляли. Это, ну, это фенолы, это формальдегиды, хлор и прочее. Это все то, что гарантированно, ну, то есть, на 100% из 100% приведет рано или поздно к онкологии. Это проклятые ОСБ и фанеры, которые люди вколачивают везде, и в каких-нибудь там, ну, у кого сельское даже ходит, в курятнике или козлятнике, все, с щитами эти. Это фенолы, формальдегиды. Это все тоже приводит к онкологии. Ну, кто-то дурь опять тут скажет. Ничего нельзя, везде химия. Это дурь, потому что все есть аналогичное, альтернативное. Можно обить не простенько так, легко, изолений и экономией фанеры, а можно, или ОСБ, а можно досками обить, да, как раньше это делали. Можно купить не какой-нибудь там базальтовый утеплитель со всеми тоже там фенолами и другими прелестями, а, например, конопляные мнаты, льняные или аналоги. Дороже, но мы сейчас говорим, что не про то, что там дороже, дешевле, а то, что можно. Причем это не в сто раз дороже и не в десять, понимаете, чтобы об этом говорить, как о другой планете. Вот кто хочет, тот всегда найдет, просто не ищет. Плывут по течению люди, так легче жить. Ох, как хорошо устроились. Тогда не надо чушь хотя бы писать, потому что это же чушь абсолютная. Ну, я уже не говорю про всякие антибиотики в воде, там еде, про трансжиры, тот же маргарин, где угодно, про сахар, которые в добавку ко всему остальному играют ту роль, которую не играл еще сто лет назад, тем более его потребляют сейчас много, про гормоны всякие, еду на ночь, перекусы, всякие эмульгаторы, консерванты, красители и так далее, химические зубные пасты, косметику химическую, и про антипригарные покрытия сковородок, которые тоже приводят к раку, и про многое другое. И, пожалуйста, не пишите очередную вот эту глупость, что я что-то забыл сказать. Я ничего не забыл, я просто не все сказал, потому что уже этого более чем достаточно. И обо всем я уже либо писал, видео есть мои, там, либо, так сказать, я это просто не писал, потому что до безумия можно найти, и, так сказать, да и смысла в этом нет. Вообще все прям через запицу и прописать. Тем более в этом видео глупо все перечислять, пояснять, потому что видео более глобальное, чем узкая тема. И так достаточно того, что я уже сказал. Все это онкогенные факторы, Все они сокращают жизнь. Сейчас, если человек, кстати, вот человек, аббревиатура интересная, это же в переводе с чело данное на век, веком славяне, наши предки, называли 144 лета. То есть полный круг жизни, то есть тот самый век. Не в нынешнем понимании 100 лет, а в понимании чуть более древнем, ну, когда этот термин был введен, и речь шла о 144-х годах. Так вот, если сейчас, в наши дни, человек не умрет, скажем, от рака, а таких будет менее половины скоро, да уже есть, ну, просто не доживет до рака, умрет от инсульта, инфаркта, чего-то более скоротечного. А обо всех этих причинах вы все, если захотите, в моих видео найдете, ну, и кому посчастливится, тот не будет все-таки лениться их смотреть и делать правильные выводы, выписывать, конспектировать что-то. Но это только продлит, это вашу жизнь, и это не потеря времени, это ее нахождение. Это ваши бонусы, это прибавка к вашей жизни, вот эта вот трата времени на мои видео. Так вот, я не буду сейчас подробно разбирать эти проблемы, они уже давно разобраны. Разумные люди не только смотрят мои видео, а действительно их конспектируют для составления плана своих действий и жизни. И помните, в наши дни даже не просто вот страшно умереть, то, что страшно просто умереть, для кого-то об этом задумайтесь, а страшно умереть при кованом кровати или долго умирать от страшной болезни тяжелой, мучительной. Вот почему тоже люди так вот безмятежно надеются вот так вот в раз умереть, это не всем так повезет, даже в молодые годы, да, ну не всем так повезет. Но вспомните ту же Заворотнюк. Кстати, по аналитике причин вот глиобластомы, разновидности рака головного мозга, у меня было видео на примере Заворотнюк и других, потому что, ну, это же уже, так сказать, входит в такую, знаете ли, череду вот этих примеров. И нужно было мне проанализировать, рассказать людям об этом. У меня видео об этом есть, имейте в виду, посмотрите. А потому мой вам совет в этой связи. Вот смотрите мои видео, ну, некоторые я оставлю под этим, ну, а другие просто сами ищите у меня на канале. Теперь для совсем невменяемых людей придется пояснить очевидное тоже. А зачем вообще долго жить? Есть такие люди, пишут, они прямо не понимают, зачем долго жить. Жалко мне вас таких. Интересно, что бы вам сказал Михаил Васильевич Ломоносов, который прожил совершенно немного, по-моему, 55 лет, или 54, или 55, да, в 11-м он родился в 711-м, по-моему, в 60... Каком он умер? В 66-м, ну, наверное, в 65 лет. Так вот, конечно, вы не знаете, ну, большинство из вас не помнит, не знает, сколько, чего он в каких науках добился. Такого человека на планете больше из известных не было. Никакой даже Леонардо да Винчи, хотя он гений, безусловно, нет, до уровня Ломоносова не дошел. Потому что более чем в 10, скорее всего, в 15 науках он человечество обошел иногда лет на 200 вперед. Это, конечно, сверхгений. Он ловил каждую секунду и минуту, не терял. Вы представляете, что было бы, если он прожил, ну, например, как академик Никольский, известный математик, который 107 лет прожил, да? Вы понимаете, что там каждый день это на вес золота. И он вам бы, морду бы набил просто вам с его характером за такие слова, что, мол, зачем жить долго, или там это... Некоторые даже время убивают, говорят, вот прям так и говорят, убить бы время. До обеда, ужина, или там до сериала, или еще до чего-то. Это просто кошмар. Докатились. Это деградация, дорогие друзья. Это деградация. Ну, про Пушкина, Лермонтова, которые совсем молодыми умерли я и говорить не буду. Чего бы эти гении принесли бы еще человечеству, да? Ну, кто-то совсем дурной скажет, так это гении, не всем дано. А на кого равняться-то надо? На дегенератов, что ли, как сейчас вся планета равняется? Нет, конечно, на таких. Так как надо жить? Для чего тогда? А такие вопросы вообще берутся от паразитического мышления. Мол, жить надо для себя, наслаждений. Ну, а как вершина деградации такого мышления? И установки от глобалистов, а вы как раз и есть послушные винтики, не советские люди или сталинисты, хотя правильно сталинцы говорить, а именно вот такие вы. Винтики демократизации, либерастии. Так вот, как один из пиков такой деградации, это установка жить без детей. Ну, как все прогрессивное ныне человечество, вот это, которое катится к пропасти, называют, как и все водится у любителей Запада по-английски, child-free. Об этом, кстати, видео у меня на другом канале Совести Подлость в Ютубе было. Хотя и тут неувязочка, дорогие товарищи, какая? Но ведь получать всякие наслаждения, мнимые удовольствия и так далее, что характерно для таких людей, чем дольше, тем лучше, не так ли? Ну, чем их получать меньше по сроку жизни, конечно, лучше больше и дольше. Не так ли? И тут им остается опять возвратиться к больным ассоциациям долгой и больной жизни. Ну, конечно, если жрать не в себя, ночью не спать, как положено всем нормальным людям, ошляться где-то на тусовках, быть там в клубах ночных. Ну, это как раньше дворяне на балах танцевали, да? И вот это, конечно, один из факторов. Ну, балы, шампанское, разгульный образ жизни, никакого режима труда. Конечно, дворяне многие тогда жили там 50-60 лет, единицы доживали до 80, но это в основном такие трудящиеся, какие-нибудь военные, которые потом там мемуары писали, там и так далее, да? То есть, занимались люди делом. Им некогда было заниматься разной ерундой. Ну, и опять-таки, тут надо вспомнить про то исключение, которое описывал Мельников Печерский про 114-летнюю помещицу. Да, но она жила в деревне, образ жизни у нее был, как у крестьян, и она трудилась, так сказать, душевное равновесие, стабильность процесса всех в жизни, ну, то есть, вот эти все факторы, многие-многие другие, они все привели к этому. Плюс, конечно, генетика где-то там процентов на 20, вот все эти факторы. Сейчас я вам зачитаю в этой связи разговора одну часть, маленькую моей статьи 12-го года. Вот, слушайте. Капитан Марджарит, нанявшийся на службу к царю Борису Годунову в своей книге, а он книгу написал «Состояние российской державы», издано в 1606 году, с удивлением писал, многие русские доживают до 90, 100 и 120 лет, многие, внимание, и только в старости знакомы с болезнями, за исключением царя и главнейших вельмож, никто не признает лекарств. Да, дорогие друзья, люди, конечно, в итоге всегда умирают от болезней, а не от старости. И если бы к тому правильному образу жизни, труду, здоровой экологической обстановке, вот к этому добавить еще и идеальную, правильную советскую систему образования вот 30-х, 40-х, 50-х годов, то тогда бы, тогда бы, ну, профилактическую я имею в виду, да, тогда бы, конечно, люди гораздо в большем количестве жили бы гораздо дольше. И последнее, что я здесь приведу пример, есть такой в Апочканском районе, на границе трех районов, были раньше старобряческие деревни. И есть один краевед был, который написал книгу, которую я видел, и у меня на канале в плейлисте про долголетие, долгожительство, есть об этом видео, как люди в таком количестве жили долго, что если сопоставить с количеством сверхдолгожителей на острове Окинава, который центром долголетия считается, то в этих районах количество, вот, людей, которые прожили 100 и более лет, был в 300 раз больше, чем на Окинава. Вот так, об этом никто не знает. Теперь в заключении вопрос, а возможно ли в наши дни тогда, вот, коль так все плохо, жить дольше? Возможно. Но гораздо труднее, чем это было 100 и более лет назад, гораздо труднее. Если вы захотите это понять, осознать, и, конечно, потом приложить труд, то, в принципе, это возможно. А большинство зрителей, вас, то есть, к сожалению, не прислуживаются к моим рекомендациям, и даже не посмотрят те видео, ссылки на которые я вам под этим видео, которое вы сейчас еще смотрите, я вам оставил. А это будет огромной ошибкой, потому что, если вы их посмотрите, ну, хотя бы там видео, я надеюсь, не более 10 будет. Это немного время займет, за день можно сделать. Но если вы это посмотрите, тем более законспектируете, вы очень многое осознаете, осмыслите, и, надеюсь, тогда, ну, у вас, по крайней мере, будет шанс изменить свою жизнь. Вы, по крайней мере, сможете в этом искусственном, угнетающем, уничтожающем человека мире, ну, скажем так, кое-что предотвратить, улучшить и защитить себя от многого. Сможете. А если вы считаете, что у вас более важные дела есть, как некоторые мне писали, некогда мне вас слушать, да, ну, вы дурак, значит. Нет у вас более важных дел. Ну, это жизнь и здоровье, но все-таки важнее любых важных дел. Тем более, что это не повод отложить это навсегда. Так ведь? А люди-то так себя успокаивают и не смотрят вообще? Значит, кого вы обманываете? Себя. Нечестно. А для всех разумных людей я под этим видео оставлю важнейшие ссылки. Посмотрите эти видео. И потому я не буду сейчас говорить про физическую там активность, про интервальное питание, голодание по-другому, да, интервальное. Про то, как совершенно правильно говорил Суворов, что завтрак съешь сам, обед подели с товарищем, а ужин отдай врагу. По сути, это интервальное питание. Я не буду сейчас говорить про вред сахара и как начинается инсулинорезистентность, и к чему она приводит, про другие болезни современности. Все это я рассказывал вам уже в своих видео. Всего лишь надо их смотреть. Итак, смотрите эти видео, конспектируйте. А под видео в чате напишите свои вопросы, если они будут. Напишите свои мысли и чувства после просмотра этого видео. Что-то изменилось у вас внутри, настрой, установка, какие-то мысли появились. Перешлите ссылку на это мое видео своим знакомым, особенно тем, вот про кого я так образно рассказал. Кто по сути таковы же. Посоветуйте им не злиться по дуре своей, а честно себе самим сказать, каким я дураком был. И как хорошо, что мозги мне хоть кто-то смог вправить. А я вас уверяю, что некоторым людям кто-то скажет, все бесполезно. Неправда. Мне писали люди, знаете, как писали, что да, я хочу извиниться перед вами, пишет мне человек, много таких людей писало. Ну, я помню письма около 10 такого плана, что я был как раз тем самым идиотом, дебилом там и так далее. Как я раньше, особенно более так резко говорил. Я это понял только сейчас. Изменил и у меня все получилось. То есть очень интересно. Я письма эти зачитывал в своих других видео, особенно из рубрики ответы на вопросы. И вот этот честный ответ себе, это будет первый шаг для разумной, а вернее к разумной жизни и возможного активного долголетия. Видео получилось длинным. Разумеется, я не стал отвечать, что называется, на вопрос, да я его и не ставил на повестку дня. Такой вопрос, как именно, что именно делать, чтобы долго прожить здоровым человеком, чтобы я стал когда-то сверхдолгожителем. Но эти ответы есть в тех видео, которые я вам оставил под этим. Я единственное, что скажу одну из рекомендаций, все-таки очень серьезно обратите внимание. Во-первых, я уже говорил на воздух, чем вы дышите, что это основа основ. На воду, которую вы пьете. А видео по воде у меня несколько. И обязательно, в наши дни, обязательно принимайте, пейте и создавайте так называемую водородную воду, то есть воду с избыточным количеством временно находящимся в этой воде молекулярного водорода. Видео самое главное, где я с коллегой все объясняем, показываем, я вам оставлю тоже под этим видео. Ну а на этом все. И так видео получилось слишком длинным. Но зато не слишком важным, а в самую меру. Всего хорошего.